Свежий воздух и лес. На свою лужню России 2015 в Задонский район съехались люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Более 80 спортсменов из разных уголков области объединяет тяга к движению и общению. На лужной трассе они встречаются уже третий год подряд и наглядно показывают окружающим, что в этом мире для них не существует границ. Небольшая разминка и долгожданный старт. Четыре, три, два, один. Дистанция для мужчин два километра, для женщин в половину меньше. Евгений Курганский лыжами увлекается со школы. Не раз становился призером областных соревнований. В подобных состязаниях участвует ежегодно. Трассу пробежал за 14 минут. Признается, что мог и лучше. Подвел лед. Трасса не особо сложная, но есть лед на трассе. Это тяжеловато подъем. Спуск, в принципе, как всегда должен быть всегда прост. Спортсмены проходили дистанцию по пять человек. Лучшее время показали мужчины. Два круга за 10 минут. Александр Куликов неоднократно участвовал в областных соревнованиях среди слабовидящих. Считает, что главное в этом состязании это движение. Отлично. Погода хорошая. Немножко пробежали. Хоть устали чуть-чуть, но на то он и спорт. Пока одни были на трассе, другие успели получить заряд положительных эмоций перед своим забегом. Главную роль сыграла природа и общение на свежем воздухе. Еще даже не началась гонка, а уже просто море удовольствия, свежий воздух, хорошая компания. Просто настроение настолько бодрое и веселое. Вот хочется весь мир обнять и расцеловать, честно. Вообще, вот видите, все поддерживают меня, потому что, ну, столько радости. Просто благодарны всем организаторам. Сегодня проводим соревнования при поддержке управления физкультурой и спорта Липецкой области. Администрация Задонского района приурочена к 70-летию победы над фашистской Германией. 90 лет со дня образования с Российской области Липы. И такие вот подобные соревнования, они у нас вот уже три года подряд. На протяжении всей лыжной трассы за спортсменами наблюдали специалисты в ярких манишках. Такие дежурные необходимы для того, чтобы никто не сошел с дистанции. Судьи, в свою очередь, оценивали только время в пути. Только время. И тем, кто плохо видит, которые попросили лидера, мы им дали лидера в помощь. А те, кто у нас обычно идет биться, лидера и просто в очках полностью, если он слепой, то они имеют коэффициент 1,2 и 1,8 женщины. По итогам победители и призеры удостоились почетных грамот. А те, кто не показал высоких результатов, не расстроились. Они собираются проявить себя в четвертой лыжной гонке в следующем году. Дмитрий Курмаков, Алексей Великанов. Липецкое время. Задонский район. Дмитрий Курмаков.